Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем делать вот такие милые симпатичные бантики для волос, для школы, для сада, просто так. В общем, на все случаи жизни. Делаются они очень легко, а получается очень нарядно и красиво. Я специально сделала в разном цвете. Если, допустим, у вас ребенок ходит в сад, можно делать, допустим, из атласной ленты какого-то яркого цвета, желтого, розового. Для школы такие банты, конечно, не подойдут. А вот эта школьная тематика сама то. Здесь все бантики сделаны в два ряда, как видите, сделаны парные. И я сейчас вам покажу все подробно, как сделать именно вот такой бантик. Мы сделаем его в белом цвете. Но еще как один вариант, можно делать банты в три слоя. И он получается немножко больше и, соответственно, попышнее и еще более наряднее. Тут уже смотрите сами, можно добавлять четвертый ряд, он будет еще пышнее. Можно серединку делать другую. Тут уже тоже смотрите на свое усмотрение. Как сделать такую серединку, вы можете найти у меня на канале. Либо придумать какой-то свой вариант. Ну все, дорогие друзья, давайте приступим и рассмотрим мастер-класс по изготовлению таких чудных бантиков. Для изготовления нам потребуется белая атласная лента. Если вы делаете двух цветов, соответственно, два вида ленты. Линейка, ножницы и зажигалочка. И, соответственно, термопистолет. Без него никуда. Берем атласную ленту 2,5 сантиметра нужного цвета. Для изготовления вот такого бантика, я не знаю, примерно, наверное, сантиметров 10 где-то, чуть поменьше, наверное, да, 9, ну, 9 где-то сантиметров идет. Нам потребуется 10 всего лепесточков. Первый нижний лепесток мы будем делать 17 сантиметров. У меня линейка маленькая, поэтому первый лепесточек я, так, это получается 15, 16, 17, где-то вот так. Я обычно режу все это на глаз, ни по каким шаблонам. Затем, смотрите, что я делаю. Уже по готовому вот такому одному отрезку я уже не измеряю, прикладываю. И вот таким образом мы с вами отрезаем и делаем нужное количество отрезков. То есть, 5 на 1 бант. Если вы делаете 2 парных, соответственно, 10 таких полосочек. Затем нам нужно отрезать еще 14 сантиметров. И, соответственно, точно так же прикладывая к атласной ленте, мы нарезаем 10 на 2 пары. Если на 1 бант, 5 таких отрезков. Все отрезки режем по одному шаблону, чтобы у нас не получились разного размера отрезки. Бывает, что, допустим, этот может больше быть, вы через него начинаете резать, тот побольше. И, соответственно, лепестки могут быть разные. Поэтому меряем всегда одним шаблончиком. Все нарезанные заготовки мы с вами начинаем обрабатывать. Берем атласную ленту, нарезанную на кусочки и начинаем формировать лепестки. Что я делаю? Я сразу формирую на всех лепестках вот такую форму. Зажигалкой таким образом прохожу и прижимаю. Будьте аккуратны, не обожгитесь. Я, кстати, ни разу не обожгла, сколько делаю. Но бывают случаи, когда лента много, допустим, как я обрезала, оплавляется. И вы прижимаете, можно обжечься. Поэтому будьте аккуратны. Вот такие вот у нас должны с вами получиться лодочки. Видите, лодочка у нас вышла. Точно так же мы делаем с большим отрезком. Вы должны все 10 вот таких отрезков сделать точно так же. И с другой стороны. На самом деле, можно делать по-другому этот лепесток. Но мне показалось, что вот таким образом он делается очень легко. Это, скажем так, именно мой способ. Я не видела в интернете, не знаю. Лепестки такие есть похожи. Именно способ изготовления такого лепестка мой. Так, далее, что я делаю. Я беру и вот так заворачиваю. Видите? И получается, что наши края, вот эти, у лодочки, мы их вот таким образом с вами соединяем. Не делаем внахлёст, просто соединяем. Чтобы у нас получилась ровная форма, я делаю вот так. Просто руками немножко делаю. Здесь, видите, получился у нас изгиб. Теперь опять поправляем всё. И уже повторно загибаю ровненько. Всё. Так, пальцем ещё подправляю. Вот видите, у нас какой получается лепесток. Переворачиваем его. И очень аккуратно, таким образом, загибаем. Нужно, чтобы вот этот вот кончик, он немножко выглядывал миллиметра на два, примерно. Немножко расправляем лепесточки, чтобы они у нас как бы были раскрыты. Закрытые будут не очень смотреться. Раскрываем их и начинаем закреплять. Можно всё это приклеить термопистолетом. Ну, мне как-то удобнее работать зажигалкой. Нагреваем. Я, как говорила, будьте аккуратны, чтобы не обжечься. Всё. Видите, я закрепила лепесточек. Вот такой у нас получился. То же самое проделываю с большим. Закругляем. Равняем. Так. Переворачиваем. Пальчиками помогаем и загибаем. Тоже так же немножко, чтобы у нас выглядывало. Я туда подворачиваю. Видите, лепесточек немножко не раскрытый. Я вот так его сама ручками довожу. Скажем так, до кондиции той, которой надо. Вот такие лепестки мы должны сделать на один цветок пять таких и пять таких. Если делаем парные, соответственно, десять таких, десять таких. Делаем то же самое с отрезочками ленты. Мы сделали на один цветочек пять мелких заготовочек, пять крупных. Как я вам говорила ранее, чтобы сделать вот такой цветок, нам нужно вот мелкий сделать пять, средних пять. И еще, ну, сантиметра на два, на три нижний ряд нам нужно еще увеличить. Если у нас был 17, соответственно, 20 сантиметров размер ленточки атласной. Теперь мы с вами начнем закреплять. Так, вот видите, здесь немножко плохо видно оплавился. Можно подклеить и зажигалочка пройтись. Так, смотрите, что я делаю теперь. Видите, когда мы тут приклеиваем клеем, оно как бы меньше становится здесь расстояние. Вот таким образом я приклеиваю наши лепестки. Наношу клей. И аккуратненько вот так вставляю лепесточек, прижимаю. Не бойтесь там сильно помять, все равно оно все потом подправится. Наношу клей. И пять лепесточков мы с вами приклеиваем. И последний, пятый. Теперь мы наносим сюда же клей. И вот этот лепесточек мы сюда с вами выносим. Все это вот так аккуратненько закрепляем. Все, наш бантик из лепестков первый ряд готов. То же самое мы с вами проделаем со вторым рядом. Наносим клей. Если вы боитесь, можете сначала примерить, на глаз посмотреть. Ну, на самом деле ничего сложного нет в изготовлении этих цветочков. А получаются очень даже они милые, красивые, нарядные. Что для школы, что для садика вообще в самый раз. Последний пятый лепесток приклеиваем. То же самое наносим клей. Клея, как видите, я не жалею сильно. Как бы и немало, и немного. Так, нормально клею. Все. Далее, смотрите, что я делаю. Вы можете вот так примерить. Посмотреть, как вы будете делать. Переворачиваю и просматриваю. Потому что, видите, первый лепесток у нас отпал. Чтобы вот таких не было случаев, я все внимательно просматриваю. И кое-где подклеиваю. Прямо вот где отходит, допустим, вот тут вот. Я прям поджимаю все, проклеиваю, чтобы ничего не развалилось. Потому что бантики, как бы, такие достаточно плотненькие. И поэтому они будут очень долго носиться, чтобы они не, ничто не отпало, не отвалилось. Мы с вами еще дополнительно немножко проклеиваем клеем. Вот. То же самое проделываем с нижней заготовочкой. Ну все. Теперь я наношу клей по кругу, не жалея опять. И начинаем закреплять. Я сначала кладу, как видите, на серединку. Вот у нас лепестки и вот лепесток. Я их, как бы, состыкую, чтобы они равномерно шли. Все. Ищу тут серединку, чтобы со всех сторон равномерно смотрелось. Аккуратно прижимаю и затем уже сильнее прижимаю. Все. Потом пальчиками еще сильнее. Все. Вот наш бантик уже почти с вами готов. Что я делаю дальше? Переворачиваю. Наношу опять клей, не жалея. Так вот. Берем фетровый пятачок и закрываем вот это место. Все. Аккуратно. Все. Все. Теперь берем готовую серединку. Либо делаем что-то похожее. Как я сказала, вы можете сделать еще поменьше лепестки. Лепестки. Но мне кажется, что серединками оно смотрится как-то более наряднее и красивее. Нужно сначала обязательно фетровый пятачок приклеить. А потом уже клеить серединку. Наношу клей и носиком вот таким образом я по всему краю распределяю клей. Чтоб у нас везде хорошо все зафиксировалось. Когда нанесла, делаю нажатие. Вот такую капельку. Немаленькую капельку. И посерединке опять же кладу. А потом фиксирую и уже прижимаю. Чтоб у нас хорошо все закрепилось. Ну все, дорогие друзья. Смотрите, вот наши банты готовы. Осталось сделать резиночку. Как здесь, как здесь. Я уже не буду этот процесс показывать. Тратить на это время. Если вы не знаете, как приклеить, вы можете посмотреть любой мой мастер-класс. Я показываю, как закреплять резинки. Мне нравится. Они удобно закрепляются. Они не отпадут. Они надежно держатся на резинке. И что немаловажно. Вот такие вот резиночки у нас получились. Все, дорогие друзья. На этом я хочу завершить мастер-класс. Надеюсь, что он был для вас полезен. Надеюсь, что вы будете делать и творить. А также, конечно же, в знак благодарности не забывайте поставить к этому видео пальчик вверх. Ну и подписаться на мой канал. Также, если вас интересуют закупки из Китая, я вам ниже укажу ссылочку на свой другой канал. С Алиэкспресс я даю уроки, как регистрироваться, как находить какие-либо товары. Снимаю обзоры. Если вам это интересно, я укажу ссылку. Вы пройдете и подпишитесь на этот канал тоже. Ну вот и все, дорогие друзья. На этом я заканчиваю. Всем пока-пока. До новых встреч. И не забывайте, конечно же, писать свои комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!